Афибский МВЗ И я скажу так, уже на протяжении целого года мы вот эти запахи ощущаем Значит, в сентябре, октябре, осенью были большие выбросы У нас было собрание, были представители НПЗ Они сказали, что ПДК было не завышено Хотя, если вы сейчас откроете интернет И наш Роспотребнадзор Северский уже сказал, что были завышены нормы ПДК Правильно? Правильно На тот момент они отрицали Сейчас тоже у нас есть запахи Но не такие прям большие, как тогда Когда вообще нас три дня травили и днем, и ночью, и всегда Вот три-четыре дня подряд Травили нас, в общем-то А вот сейчас мы по ночам вот ощущаем Тоже говорят, что это может быть газопровод Но никто не жалуется на этот газопровод Ни у кого утичек нет Потому что мы общаемся между собой Если бы это был газопровод, мы бы чувствовали его и утром, и днем, и вечером, и ночью, и всегда Вот На канализацию тоже нам указывали, что вот наша канализация пахнет Но, извините, как канализация пахнет, мы знаем За свалку тоже нам говорили, что пахнет свалка И, скорее всего, может быть, это она Я вам скажу так Мы знаем, как пахнет свалка Мы с ней боролись И, слава Богу, мы контактируем с Народным фронтом Адыгей Как что вдруг там у них горит Мы сразу им пишем Они идут на контакт И мы эти неполадки стараемся устранять Больше всего беспокоит запах кошачьей мочи Этот запах уже стал настолько четким Настолько мы уже его привыкли ощущать Что невозможно его спутать ни с каким абсолютно запахом Спрашивали по всем, значит, химикам, которые у нас есть И заслуженным учителям нашим химии И тем, кто работал где-то Значит, запах кошачьей мочи Это запах Меркоптана То есть, каких-то выделений серы И у меня озабоченность Вот я отец двух маленьких девочек В последнее время, особенно после того, как у нас спала волна коронавируса Каждая ночь, где-то с 3 до 5 утра Вот мы просыпаемся И этот запах, он стоит в комнате Сера никто нам точно не сказал Как она разлагается На какие она разлагается компоненты Куда это все девается Как она загрязняет почву Почву с какой интенсивностью И что нам от этого ждать Я вас очень хочу обратить внимание Пожалуйста, раз наш завод уже модернизировался до того, что начал работать с тяжелой нефтью Начал перерабатывать ее, разделять на атомную эту нефть И как-то работать с серой, это очень серьезный вопрос Потому что возможно ли поставить какие-то фильтры, которые будут улавливать 100% эту серу Ведь она же никуда не девается Причем мы выяснили такой момент, что она давным-давно может улетучиться не в помещении Но в помещении она имеет свойство концентрироваться До того момента, как появляется уже именно вот этот запах Который стоит до утра Он стоит очень долго в помещении Он никуда не девается Понимаете, вот в чем опасность Он может не превышать этот ПДК Хотя я не знаю, имеется ли у серы какой-то вообще ПДК Ведь это яд настоящий, токсичный яд Который приводит к смерти Мы очень любим свой поселок Он у нас чистый, красивый Завод у нас уже 1963 года рождения Вот сколько лет работал у нас завод Никогда, ни один человек в поселке никогда не жаловался Что ему воняет, тошнит, ему плохо Никогда у нас не было никаких конфликтов с заводом Но с установкой вот этой последней ПМ-3 Все, жизнь в поселке спокойная прекратилась Бесконечная вот эта вонь То вот эти кошечки, вот эти котики То флёр Бывает, как говорится, флёр небольшой Там нефтепродукта То жёсткие нефтепродукты Вот углеводороды я имею в виду Поэтому вот это у нашей жизни Вот вторглась вот эта установка Вот эта переработка Всё, всю нашу жизнь это поменяло Поэтому люди Мы не злые Мы не такие наглые, подлые Мы просто хотим дышать Поэтому мы хотим, чтобы вы нам помогли То, что сейчас губернатор инициировал комиссию по выявлению, скажем так, причин Ну, мы только этому рады На самом деле Я не хочу никого, ни в коем случае обвинять Там какие-то другие предприятия Это неправильно Абсолютно позиция на кого-то показывать пальцем, что это не мы Это они, это неправильно На заводе есть проблемы Вы о них знаете Мы их не скрываем Ну, возьмём тоже Стакаду Далевого бензина, да На сегодняшний момент я вам доложу просто по ситуации Узел рекуперации паров строительства завершено Значит, на прошлой неделе была инспекция Ростехнадзора, Энергонадзор Значит, мы подали заявление согласно процедуры на подключение узла к электроэнергии Я сегодня разговаривал с Ростехнадзором В принципе, мы в начале следующей недели уже ожидаем разрешения Соответственно, мы подключаем электроэнергию и начинаем пускалонладочные работы То есть, обкатка, оборудование и так далее То есть, до конца июля узел должен заработать в полном объёме То есть, вот тот запах не все продукта, который есть Что касается установки ПМ-3 Тоже мы все знаем, в прошлом году, как уже девушка говорила Установка там долгое время опускалась Да, были технологические проблемы, новый объект К сожалению, я вам из опыта скажу На сегодняшний день в целом в Российской Федерации Ну, ни один новый объект просто не пускается Есть сложности, они технологические Там много нюансов разнообразных Объект запущен, он эксплуатируется По поводу серы, ещё раз говорю, молодой человек, я вас услышал Давайте вы с вами отдельно пообщаемся Я вам расскажу, покажу всё На самом деле, ничего там сложного нет И страшного ничего нет То есть, это нормально И серу мы получаем как готовый продукт Это один из продуктов, элементарная сера Она дальше уходит в фармацевтику и так далее На самом деле, те проблемы, которые мы выявили Они на сегодняшний день все положены обмогу в виде мероприятий Мероприятия мы согласовали с управляющей компанией Их утвердил генеральный директор Мы их направили в Министерство топлива и энергетики В общей сложности По цифрам даже скажу В 2020 году на экологические мероприятия Завод потратил 143,5 миллиона рублей Из них 120 миллионов, это ОРБ Она уже фактически построена Там какие-то небольшие доплаты остались Ну, сами по этому, финансовый вопрос В 2021 год мы запланировали 99 миллионов, это только на экологию И, соответственно, в 2022 год еще 79 миллионов Что касается сейчас работы комиссии Ну, мы полностью открыты, это однозначно То есть, мы хотели бы также участвовать в комиссии С нашей стороны, если позволите Соответственно, все замеры, которые необходимы 24 часа в сутки завод открыт Никаких препятствий, безусловно, ничего не будет Создана группа экология, куда поступают сигналы На которые мы пытаемся очень быстро реагировать Хочется особо отметить, что вот с начала года На телефон диспетчера НПЗ поступила 61 жалоба На запах нефтепродукта И по 60 из этих жалоб была проведена наша проверка Только на одну жалобу не выехал отряд ВГСО Потому что человек не представился Ну, и как-то жалоба была в странном виде подана На 60 обращений мы отреагировали Приезжали, действительно, приезжает ВГСО В течение 20-30 минут Ну, и зачастую запах на самом деле не улавливает Ну, и жители тоже признают, что Да, запах был до вашего приезда Нам тоже сложно, сложно ловить его Прямо в момент непосредственно, да, когда он происходит Потому что все-таки нужно время для того, чтобы отряд ВГСО доехал Хочется также обратить внимание на то, что Газоспасательный отряд, он должен находиться на территории предприятия Естественно, когда он отрывается от производства Да, не выполняет свои непосредственные функции Тоже подвергаем опасности Вообще, ну, подвергаем опасности само производство Тем не менее, мы на это идем, отряд выезжает Также лаборатория тоже наша Которая дает более расширенный такой комплекс Комплекс веществ, да, проверяет более объективно Лаборатория тоже у нас регулярно выезжает Вот сейчас встал вопрос в управляющей компании О покупке передвижного экологического поста Мы тоже очень надеемся, что эту тему согласуют Управляющая компания готова Копим вот такую специальную машину То есть полностью, потому что у многих жителей Возникает вопрос вообще качества замеров проводимых Что мы меряем, ну, не тем оборудованием, да, каким-то и так далее Чтобы вот эти, так сказать, сомнения отбросить Будет приобретен такой автомобиль Не будем говорить о сроках Потому что, да, тоже все упирается в некое финансирование Сейчас ситуация сложная, действительно экономическая Вот, но попытаемся в кратчайшие сроки это организовать Плюс информационное табло Сейчас тоже все граждане видели на ДК висит табло Мы выводим туда регулярно несколько раз в день показатели Поменяем это табло на другое, более современное На котором круглосуточно в онлайн режиме будут транслироваться показатели Атмосферного воздуха в районе предприятия Люди не выдумывают, поверьте И для нас, вот поймите, для меня, как для главы Мне спокойствие людей превыше всего Я вам говорил об этом, еще раз повторяюсь Поэтому давайте мы найдем причину Давайте от обратного пойдем Если какое-то оборудование не так работает Остановим его, проверим его технически там, я не знаю Поэтому, ну, так дальше продолжаться не может Потому что каждую ночь, каждую ночь звонки И то, что правильно говорит мужчина То, что люди уже пишут, уже матом пишут Матом уже пишут Потому что, ну, я становлюсь на их месте Если у меня дома дети, и они дышат этой заразой Ну, никто из нас не приемлет такого, поймите Поэтому будем проверять все И нефтезавод, и пивзавод, и свалку, и все остальное Все будем проверять, пока не найдем эту причину Мы попытаемся выяснить, откуда появляются запахи Кто виновник данных запахов То ли НПЗ, то ли другие предприятия Как вот Виктория, да? Говорила, что есть тут еще ряд объектов, которые могут фонить Но это займет определенное время И здесь, если будет установлено нарушение со стороны НПЗ Ну, автоматически будет закрыто производство До того момента, пока не будет проведено оборудование В надлежащее состояние Задача комиссии одна Навести порядок, чтобы население, которое есть в Афибском Не страдало от чьей-либо безответственной деятельности Так будем говорить Потому что вы здесь живете Вам здесь еще жить Вашим детям жить Сейчас будет просто, я так понимаю, согласно, когда сформируется комиссия Определен список предприятий, которые здесь вообще функционируют на территории И уже по этому списку мы тогда сориентируемся Составим план мероприятий наших действий Как мы будем заходить Как мы будем истребовать документы И все это в рамках законодательства Вы, как граждане Российской Федерации Согласно Конституции, имеете полное право на чистый воздух То есть на защиту окружающей среды Роспилотнадзор прекрасно это знает Мы для этого и поставлены контролировать это все Но вы должны понимать, что как федеральный орган Мы ограничены требованием законодательства Нарушать права у субъектов хозяйственной деятельности Предпринимателей Есть такие же права, как и у вас И они тоже определены федеральным законодательством И мы, как федеральная служба, не имеем права нарушать их права Поэтому, как сказали уже коллеги, процесс будет длительный Потому что будут определенные рамки согласования Тех или иных мероприятий, которые занимают определенное время Аналитика должна быть нейтральной То есть никто не имеет права вмешиваться в процессе Именно анализа, отбора проб и выдачи реальной информации Ведь мы с вами действительно понимаем, что когда мы доподлинно знаем, что происходит Мы тогда можем действительно сформировать правильную перечень реакций своих Мероприятий, организационных, технических, не важно Но именно правильных, которые позволят ситуацию купировать, устранить ее Для того, чтобы она больше никогда не повторялась Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!